Меня зовут Дарья Туленцова. Я родом из города Изюм Харьковской области. Последнее время жила в городе Киев. В восемнадцатом году я приехала в Грузию и вышла замуж и родила ребенка. Так сложилось, что мне все же пришлось, удалось уехать на родину. Последние два года я прилагала все усилия, чтобы моя жизнь, моего ребенка была максимально комфортная. Мне удалось это сделать. Я почувствовала наконец-то, что я живу и радоваться этой жизни. У всех это просто закончилась жизнь, просто в один день. И с этого момента, я не знаю, как это назвать вообще жизнью. 23 февраля мне было очень неспокойно. Мне эта ночь показалась какой-то вечной просто. Я написала пост в инстаграм на украинском языке «Прошу, не забирайте у меня родину». Эти слова просто как, ну, они у меня до сих пор в голове. В 5.30 утра я проснулась от телефонного звонка. Ну, эта фраза «Даша, началась война». Это просто как в ушах звенит. Мы собрали вещи. Вот я сижу в этих вещах. Это все, что у меня сейчас есть и в том, в чем мы были. Мы оделись. Первую ночь мы все-таки ночевали дома. И это была, наверное, самая страшная ночь за все время. Потому что самолеты я слышала за всю ночь. Я считала, сколько их было. И даже слышно было, как их сбивают наши военные. Утром мы приехали в подвальный спортзал. Там было очень холодно. Мы не снимали 8 дней куртки и шапки. И мы были все время в одеялах. Мы успели взять одеяло. Мы пробыли в этом подвале около 8 дней. Там был страх о том, что это не оборудованное бомбоубежище. И если бы попал снаряд в этот жилой дом, то мы бы под завалами остались. И вот этот страх все эти 8 дней просто меня разъедал изнутри. Я просто сидела и смотрела, как спит мой ребенок. И я в голове тренировалась, как я его резко хватаю. Вот я это просто представляла, как я его должна быстро укутать в одеяло и схватить. Просто я вот так вот сидела и представляла. Но куда я бегу, я даже не думала вообще, что делать. Нет плана никакого. Просто высунуть нос на улицу было настолько страшно, что даже мысль о том, что ну пусть лучше мы здесь умрем, чем выйдем просто. И нас неизвестно, что с нами будет. Вот это самая страшная мысль, которая у меня все время была. Зато мы здесь все вместе. Моему ребенку, которому было 2,10 на тот момент, 2 года и 10 месяцев. И за этот месяц, который идет война, где мы только не спали. Ему везде хорошо было. Утая, утая. И я счастлива, что он ничего не понимает в этом. Ну, не понял всего масштаба. Он везде спал. На полу – хорошо. В церкви, в которой нас потом в Тернополе приютили – отлично. В машине – супер. Везде. Я его спасала, но по факту это он меня спас. Нужно было создать колонну машин, чтобы это была массовая эвакуация, потому что в одиночку было всем очень страшно ехать. И это было очень опасно. Мы из Киева в Тернополь добрались за 16 часов. В этот момент из Грузии в Польшу уже прилетел мой бывший муж. Когда я приехала на границу, пришлось идти 8 километров пешком на руках с ребенком. Я каждую минуту думаю, ну все, ну вот сейчас точно руки отпадут. Ну вот сейчас точно руки отпадут. Вот так тоже стояла, но достояла. И когда уже встретил отец моего ребенка, я его передала. И мне просто вот так вот упало на землю. Моя близкая подруга, которая была в Харькове, у нее на руках умерла дочь от онкологии. Все это время она сидела с ней на руках и не могла спуститься в бомбоубежище, потому что подсоединен ребенок к дыхательному аппарату. И если ее отключить, она умрет прямо сейчас. И город уничтожали просто каждую секунду. И она сидела с ребенком на руках под этими взрывами, просто их слышала, содрогалась, подметала стекла каждый раз, которые вылетали, и продолжала вот так сидеть. И когда уже ребенка не стало, тело забрали, а мать осталась вот так. И все, и она не знает, и похоронить нельзя ребенка, проводить ребенка в другой мир, пригласить родственников, нет возможности. Она осталась сидеть в этом подвале, где просто ручьем текла вода ледяная. Ну, просто хотела там умереть. Мы смогли к ней достучаться и сказать, твой ребенок тебя отпустил, чтобы ты жила. Он разрешает тебе жить. И мы ее ждем сюда, в Грузию тоже. Вот наш город, которого нет теперь. Вот наши квартиры, которых нет. И смотришь все равно, ну, это неправда, это бред какой-то, так не может быть. И там остались наши близкие, с которыми у нас нет связи с 3 марта. Мы не знаем, что с ними вообще. Мертвые лежат в квартирах, их невозможно никак похоронить. Это сделала, ну, просто беспощадная, ничтожная российская армия. Просто беспощадно. Мы хотим вернуться обратно. Мы хотим помогать стране восстанавливать то, что произошло. Я искренне верю в победу Украины, потому что так, как она сейчас себя проявила, ну, я за свое время не видела, я не видела подобного. Субтитры создавал DimaTorzok